Дайджест недвижимости. По его словам, сейчас государство лицензирует банки, страховые компании, организации, выдающие микрокредиты. Далевое строительство также деятельность по привлечению средств граждан. И введение лицензирования еще один шаг по защите участников долевого строительства, пояснил Мень. Министр уточнил, что пока инициатива не заявлялась на законодательном уровне. За первые полгода 2017-го в России зарегистрировано свыше 600 преступлений в сфере долевого строительства, напоминает РБК. По данным Минстроя, больше всего обманутых дольщиков в Краснодарском крае, где в реестр занесены почти 6,5 тысяч пострадавших. Дайджест недвижимости. В Кирове официально завершили строительство микрорайона «Солнечный берег». За 7 лет на площадях напротив инфекционной больницы возвели 2700 квартир, общей площадью почти 150 тысяч квадратных метров. Жителями микрорайона являются около 9 тысяч кировчан. В настоящее время в микрорайоне действуют детский сад, поликлиника, спортивный комплекс и детские игровые комплексы. Специально для «Солнечного берега» построили газовую котельную. Последним этапом благоустройства микрорайона стала зона отдыха на набережной, официально открытая в минувшую пятницу. Дайджест недвижимости. Мэрия начинает прием заявок от кировчан, желающих благоустроить свои дворы. С сегодняшнего дня документы принимают в территориальных управлениях по Ленинскому, Октябрьскому, Первомайскому и Нововятскому районам города. Срок приема заявок до 15 ноября этого года. К заявлению необходимо приложить копии протокола общего собрания жильцов, акт обследования дворовой территории, дизайн-проект, смету и сведения о доме, касающиеся года постройки, сроков проведения капремонта, состава жильцов. Как напоминают в мэрии, дома, введенные в эксплуатацию позднее 2008 года, в программе формирования комфортной городской среды участвовать не могут. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.